На сегодняшний день ни у врачей, ни у Минздрава Республики нет статистики о количестве людей с нарушением слухового восприятия. Тем не менее, практически каждый день люди обращаются к врачам именно с этой проблемой. А что касается диагностики нарушений слухов совсем маленьких детей, то она и вовсе отсутствовала. Родителям просто приходилось вывозить ребенка на обследование в Россию. Но совсем скоро эта ситуация поменяется. Международная организация ЮНИСЕФ решила создать в Сухоми сурдологический кабинет со всем необходимым современным оборудованием. Мы поставим очень современное, уникальное, можно сказать, оборудование. Это аппаратура для определения слуха у детей, начиная от новорожденных и кончая совершеннолетием. И плюс этой аппаратурой можно также пользоваться и для определения слуха проблем и нарушений слуха у взрослых. В кабинете будет стоять три аппарата. Это аппарат от акустической миссии, аудиометр и темпонометр. Каждый из них выполняет особую функцию. Правда, пока еще не решено, где именно будет создан сурдологический кабинет. По словам специалистов, он появится либо в детской поликлинике, либо в реабилитационном центре. Именно сюда смогут привозить даже новорожденных детей с проблемами слуха со всех районов республики. Это является наиболее важным, потому что если до года у ребенка не выявлена проблема слуха, в дальнейшем этот ребенок просто не научится разговаривать, если ему не оказать помощь до 1-2 лет. Пока формируется именно центр речи. Если это будет сделано позже, то есть в 3-4 года мы ребенку выявим, поставим слуховой аппарат. Да, может он будет слушать какие-то звуки, но разговаривать он уже не научится. В этом весь смысл этой аппаратуры, которую нам обещали привезти. Как работают новые аппараты, какие возможности он открывает для врачей и пациентов, продемонстрировала главный специалист-сурдолог из Ладвии Сандра Кушке. Она отметила, что благодаря этому проекту в Абхазии смогут проводить самую инновационную и высокотехнологическую диагностику нарушений слуха. Каждый ребенок заслуживает диагностики и дальнейшей помощи по проблематике слуха. Потому что в наше время, в нашу эпоху времени им можно помочь, и очень эффективно можно помочь. И вот это, по сути дела, моя задача. Рассказать, что надо делать в плане диагностики, потому что для вас это будет возможно здесь, в Абхазии. И во-вторых, реабилитация. Как потом этих детей реабилитировать, чтобы вместе могли сказать, что мы видим счастливых, слышащих, разговаривающих детей там же в вашей стране. В семинаре принимали участие логопеды, психологи, лор-врачи детских поликлиник, реабилитационных центров со всех районов республики.